Здравствуйте, мои дорогие подписчики и просто зрители канала, которые, надеюсь, станут нашими постоянными гостями и подписчиками. И сегодня у нас первое видео в наступившем новом году, 2024. Мы с вами встречались в прошлом году больше, чем 90 раз. У нас было очень много всяких прогулок, поездок, перелетов. Надеюсь, что все они были вам полезные и интересные. И, конечно, каждый год мы начинаем с того, что строим планы на будущий год и оглядываемся, что же мы сделали в прошлом году. И вот как раз такое видео у нас сегодня. Мы за 40 с небольшим минут, ну, за 50, просмотрим полгода нашей с вами жизни. И даже больше, чем вы видели, потому что вы увидите и неопубликованные кусочки. И уже решите, захотите вы это смотреть или нет. Поэтому я очень вас прошу, смотрите внимательно, смотрите до конца. И выбирайте, и пишите, что вы хотите увидеть в этом году, в наступившем новом году. Поехали. 2023-й мы встретили в Риме. Мы там отмечали и Рождество, и Новый год. Было много съемок, много я вам показывала, сделала несколько видео. И кое-какой материал еще до сих пор остался неопубликованным. По возвращении домой было, конечно, очень много дел, как всегда. И работа, и дом, и много съемок. Я водила вас и в ботанический сад, и в университетский сад, и брала с собой на работу, где у меня уже в январе цвели поля крокусов, и также цвели у меня хилиборусы. Ну и, как вы видите, наши шмели никогда не отдыхают. Они постоянно-постоянно работают. Ну и еще кое-что случилось в январе. Я осталась без лошадной, без колесной. Моя Тойота приказала долго жить. Интересно это все получилось, потому что я поехала делать шопинг, все закупилась, привезла сумки, остановила перед передней дверью, выгрузилась, и больше машина не завелась. А у нас парковочное место вот по этой узкой улочке, туда-вперед. Потом нужно повернуть, и потом нужно втолкнуть машину на парковку, которая, в общем-то, под углом вверх находится. Так что приключение было еще то. Толкали вдвоем с мужем, но натолкали. Мы решили ее уже не ремонтировать, не вкладывать в нее, потому что ей уже 13 лет, и у нее достаточно много проблем уже. И вот в компании с такой очень симпатичный кузов был просто в идеальном состоянии. Ни одной царапинки, ни одного дефекта, сколько мы могли видеть. Альфа-Ромео, конечно, красненькая, просто красотка. Я даже пошутила, что не сделается ли на Тойоту Бартер с компанией. Ну, в общем, отправилась она у нас на переработку. Теперь меня возит муж, когда мне что-то нужно. Не прошло и трех недель. Нам срочно пришлось вылететь в Рим, потому что умерла моя любимая свекровь, и нам нужно было лететь на похороны. Ну, в общем, конечно, это было нелегкое путешествие. Но мы там пробыли какое-то время, и я все-таки вот умудрилась что-то поснимать. И особенно рада, что получилось снять виллу Баргеса. Конечно, у нас еще были планы поехать в Тиволи, но не сложилось. Не сложилось, потому что, конечно, были более важные дела. Но, тем не менее, что я хотела рассказать, что сейчас, пересматривая отснятый за год материал, я нашла очень много неопубликованного. И поэтому я попрошу вас, если вы хотите что-то увидеть, пишите в своих комментариях. Допустим, вот по Риму я могу очень много дополнительного материала вам показать, который я, в общем-то, не публиковала. Есть интерес? Пишите. Будут также и другие места с неопубликованными материалами, на которые я буду указывать. Те материалы, которые будут больше востребованы, я сделаю раньше. Тем более, у нас сейчас идут ураганы за ураганами, и никакой возможности ездить на съемки нету. Поэтому вот я буду работать с теми материалами, которые я сделала в течение года. Мы побывали с вами не только в Риме, но и в Травиньяно. Это один из трех городов, который находится на берегу вулканического озера Брачана, из которого вода поступает в Рим. Вода чистейшая, на озере запрещены моторные лодки от слова «совсем». Город очень красивый, средневековый, очень зеленый, несмотря на узкие улочки. И рядом находится дачный поселок, в котором дача была у мамы, но теперь вот она принадлежит всей семье. Дачу, конечно, будут продавать, но неизвестно когда. Ну а сейчас решили просто заехать и собрать урожай. Музыка. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я вела свой влог, поэтому времени было, конечно, очень немного Да, вот такие вот шмели у нас летают зимой и питаются С наших растений, которые просто благоухают везде Ну, в общем, вот так вот у нас выглядит конец января, начало февраля По крайней мере, в 2023 году это выглядело так В этом году посмотрим На сегодня только могу сказать, что в моем саду уже распустился первый нарцисс Также зимой мы разглядывали структуру садов Смотрели, какие растения представляют декоративную ценность именно зимой Ну, а также какие работы ведутся в ботаническом саду и что новенького строится Субтитры создавал DimaTorzok Также в феврале мы побывали на инсталляции острова-сокровищ из экзотических цветов в оранжерее И выставки орхидей, которые были просто восхитительны Субтитры создавал DimaTorzok Также я вас хорошо прогуляла по Лондону и показала вам Риджинс Парк Субтитры создавал DimaTorzok Кстати, дорогие мои, если вы хотите и вам интересно прогуляться по музеям в различных городах У меня тоже есть что вам предложить Только, пожалуйста, прошу, если вы называете вот несколько, допустим, такой-то сад или такой-то город или такую-то страну, а потом еще другое что-то То по очередности, в которые вы хотели бы смотреть, если вы хотите сказать мне о нескольких своих предпочтениях Я вам буду очень благодарна, потому что, как я уже сказала, буду сначала делать те, которые более востребованы Мы даже побывали на концерте в Лондоне Также в феврале мы с вами прогулялись по Винкверс Арборейтум, где птицы уже парами-парами И где уже вовсю цвели нарциссы на лугах Ну а вот так все красивенько было В конце февраля в нашем любимом саду, то есть в моем рабочем саду Чистота, порядок и уют Также в самом конце февраля мы с вами посетили Вислий ботанический сад И прогулялись там по Арборейтуму и насладились различными чудесными хвойниками Некоторые были просто очаровашки Ну и посмотрели вообще, как выглядит эта часть ботанического сада зимой Кстати, тоже очень симпатично Но недолго мы радовались всему этому, нашему цветению, краскам Потому что на международный женский день, на 8 марта, у нас выпал снег И выглядело это примерно вот так вот Должна заметить, что это был первый и последний снег в 2023 году Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот зимушка-зима у нас продлилась 48 часов Как пришла, так и ушла зима Но, конечно, цветов она попортила много Особенно камелии долго потом возвращались в былое состояние Но, в общем-то, все вернулось Все хелеборусы, все нарциссы поднялись без всяких проблем Ну, а мы с мужем начали переделку нашей гостиной, которую мы вот скоро уже закончим Остались картины и остались новые чехлы на кресло Мы решили переиспользовать то, что есть Но, а что из этого получилось, вы узнаете скоро Но мне, конечно, на месте не сидится У меня жизнь бьет ключом, иногда по голове И мне нужно было срочно лететь в Лепую, где меня встречала любимая подруга Поехала я в Лепую по поводу квартиры Потому что закончился у меня договор с компанией, которая сдавала в аренду И мне нужно было принять квартиру и привести ее в порядок для дальнейшей сдачи И, конечно, в Лепой я всегда очень занята Всегда что-то происходит И вот одно из приятных таких событий Это было ночное шоу света Которое приурочили к дню города Длилось оно 4 ночи, по-моему Так что сходили несколько раз Когда я еду в Лепую, обычно у меня очень интенсивные поездки Так что после них нужен другой отпуск И в Лепой, и в Риге очень много строят В Риге строят вот этот огромный объект Это будет современная ветка, которая будет соединять аэропорт и центр города Вернувшись назад, я застала уже весну в разгаре Хотя в Латвии она еще и не начиналась Разница 2-3 недели Вот такая красота уже была в Гилфорде Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова У сына в марте день рождения У меня уже не было Просто сел к нему лететь И он прилетел к нам Ну и помог кое-что сделать в саду Показывала также я в этом году вам и жизнь нашего города Ходили мы с вами на ярмарки на всяческие Гуляли по городскому саду Вообще весна была очень холодная И потом резко в июне стало просто жарко Очень поздно зацвели сакуры Но из-за того, что они поздно зацвели Мы как раз успели съездить и показать вам цветение сакур Ну а это конец апреля в моем саду Также я вам показывала, как у нас в нашей церкви проходит Пасха Рассказывала историю самого здания и не раз Ну и в общем-то все, что у нас происходит в общине Надеюсь, что вам это тоже интересно Что вы не ограничиваетесь только садами Но, конечно, это мои предположения Будет хорошо, если вы напишите, что именно вам интересно Вообще, честно говоря, вот для меня Пасха Это больше, чем Новый год и Рождество Именно в Пасху, может быть, потому что это весна Для меня начинается какой-то новый цикл жизни Ну и у природы тоже После Пасхи Обычно многократно увеличиваются садовые работы И у меня получается такое время Когда и на работе много работы И снимать нужно очень много Потому что красота эта быстро меняется И быстро проходит И хочется ухватить каждый момент этой красоты И донести до вас К сожалению, у меня нет возможности И я говорила об этом не раз Найти кого-то, чтобы мне редактировал Вернее, найти-то я могу Но это нужно оплачивать А YouTube никакого дохода не приносит Поэтому, конечно, у меня и остается Очень много отснятого и непоказанного материала Если кто-то хочет поддержать канал Есть внизу сердечко с долларом Туда можно бросить донат Это очень поможет каналу Это его поддержит На данный момент канал убыточный Я все финансирую и покрываю сама Но это на данный момент Предыдущую поездку я выставила Родительскую квартиру на продажу И она у меня моментально продалась И поэтому мне пришлось опять лететь в Лепую И, конечно, у меня были и документы И переезд на другую квартиру Потому что у меня еще одна квартира была Которую я сдавала И, в общем-то, это мне все приходилось делать самой Решать самой, паковаться самой В общем, я потеряла там за эти 10 дней Килограмма 3-4 Приехала худая, замоченная Но, как сейчас я осознаю Это было нужно сделать Потому что после того, как я ее продала Через пару месяцев Рынок продаж встал В связи с войной, в связи с инфляцией В связи с тем, что процентные ставки в банках выросли И когда он сдвинется с места, непонятно Эти квартиры я вам тоже не показывала Ту, которую продала Вот осталась в запасниках, так сказать, вся эта информация И сейчас я вам кусочек покажу Если вы захотите, я вам могу более подробно показать Кстати, в этой квартире тоже много моих квартир Это перепланированная хрущевка Я увеличила здесь ванну В которой была только ванна и туалета Больше ничего, даже руки негде помыть И сделала из всех проходных комнат Как бы распашонку Ну вот так вот это все выглядит Да, впереди, между двумя спальнями Я сделала еще кладовку В общем, квартира получилась очень удобная Функциональная Самое главное, что в очень хорошем месте Единственное, о чем я пожалела Но опять-таки, я не знаю, насколько это бы работало Я не сделала звукоизоляцию Была бы большая разница или нет Как говорится, неизвестно Но сам факт, что, конечно, вот от этого квартира страдала Потому что слышимость от соседей была очень серьезная Этот проект был сделан в восьмом году То есть вот ремонту сейчас практически 15 лет Даже уже 16 исполнилось бы И квартира, ну, практически в идеальном состоянии Я делала этот ремонт в подарок маме на 70-летие Но когда мамы не стало, мы стали использовать квартиру как дачу И нам здесь было, в общем-то, всегда очень комфортно Мы очень любили здесь останавливаться Было ли грустно и жалко? Честно скажу, да, было Когда ты прожил здесь так долго Когда здесь прожила твоя семья Естественно, будут чувства, будут воспоминания Но наступает время, такой момент, когда ты просто понимаешь Что, ну, пора, пора прощаться, пора двигаться дальше Потому что, ну, всё невозможно объять Поэтому нужно выбирать то, что более разумно, наверное А, ну, вот это мой сын с нашей первой собакой Которую звали Мэйсон Русский спаниель А вот эту картину написал мой сын У него художественный колледж А потом он учился в Лондоне В университете на дизайнера мебели Ну, а розам и стихинам Это моя работа Ну, и, конечно, фотографии лепые А вот, кстати, тоже это работа Когда Саша ещё в колледже учился Работа с любимой псинкой так и осталась незаконченной В художественном колледже Саша учился на дизайн и художественную обработку дерева И вот эта подставка и зеркало – это его выпускные работы Это всё, всё ручная работа Это дерево, причём такое очень хорошее дерево Ну, вот сейчас осталось как память Это единственное из мебели, что я забрала с этой квартиры Остальное я всё продала Вместе с квартирой Ну, и на заднем плане несколько моих картин Ну, вот так я вас познакомила со своим родным домом Которого уже у нас нет Но, тем не менее, у нас ещё есть место в Лепые Куда мы с удовольствием будем возвращаться Ну, и также, конечно, в эту поездку я вас повезла к Татьяне на дачу Потому что прошлый раз вам очень понравилось В прошлый раз я вам показала ещё и мамину Этот раз там были гости Но мама приехала с папой на Танину дачу Они буквально на разных улицах И я вам показала, чтобы у вас были представления, как выглядят латвийские дачи И хотя это был май, было достаточно холодно Погода побаловала только один день нас А так, в общем-то, мы мерзли и одевались в тёплые куртки И хотя у нас тоже была запоздалая в Англии весна Но мы, конечно, были далеко впереди по цветению По сравнению с Латвией Как я сказала, у меня очень насыщенная была эта поездка Буквально спала по несколько часов Очень много было стресса И другая подружка меня вытащила буквально на концерт танго Это было потрясающее зрелище Спасибо, Анжелочка, за этот релакс Ну а мне нужно было много вещей развести по чердакам и подвалам своих друзей И всё, конечно, обустроить на новом месте Потому что летом квартира должна была сдаваться на booking.com Ну а вернулась я домой как раз на празднование юбилея королевы Елизаветы II Естественно, никто тогда и не подозревал, что это будет последний год её правления А тогда радовались и отмечали этот праздник все Был, кстати, по этому поводу дан дополнительный выходной И вот в Ботаническом саду даже сделали инсталляцию с короной В этом году был потрясающий дисплей цветения тюльпанов И мы на нём побывали, чему я очень рада Что я смогла вам показать такую красоту Также я вам показала в это время прекрасный старинный городок Обингтон, который находится рядом с Оксфордом И там, конечно, были и сады, и парки И просто прекрасная архитектура Также в Обингтоне я вам показала концепцию общественных огородов Также показала открытые студии художников И мы побывали в средневековой церкви с уникальным расписным потолком А через два дня мы полетели в Норвегию В Берген Это была моя мечта, и это был подарок 20-летнему юбилею со дня нашей свадьбы Это была просто незабываемая поездка Водопады, фьорды, вся семья вместе В общем, до сих пор с улыбкой всё это дело вспоминаю И, конечно, очень хочу опять туда попасть Бесподобно И, кстати, там тоже очень много осталось неопубликованного Так что хотите, пишите И, конечно, очень много осталось неопубликованного У меня не было никакой возможности рассказать о чудесной прогулке в горах Она была просто восхитительная Некоторые места просто были как из сказки Ну а подъёмы и спуски – это отдельная история, про которую хотелось бы рассказать Понравилось абсолютно всё Но вишенкой на Турции был туристический поезд старинный И потом возвращение в Берген на пароме Фьорды – это такая красота Такое величие природы Что, ну, это нужно хоть раз в жизни, но испытать и увидеть Сам по себе Берген тоже очень симпатичный город Хоть и говорят, что у норвежцев нет архитектуры и так далее и тому подобное Но я с этим не согласна Но об этом мы подробнее поговорим уже в видео о Норвегии А мы вернулись домой, в Англию Я вышла на работу И вот такая красота была у нас в саду А вот такая красота была в ботаническом саду Вислий Уже вовсю свёл боярышник, цвели розы Это вот был такой самый конец мая у нас Июнь у нас тоже был очень интенсивный Мы побывали в Винкверс Арборейтум Мы полюбовались там цветением индийских каштанов Душистых ротодендронов Прикоснулись к невероятно могущественным деревьям И полюбовались лугами из люпинов Ну а также я вам показала второе цветение сада вокруг замка Вот так это всё выглядело И это, конечно, очень впечатлительная картина Это любимое место и гостей, и жителей города Ну а это мой сад и гости в моём саду в июне Также я брала вас с собой в гости И показывала вам сад моих друзей Также в июне я вам показала Сад моих любимых соседей Которым уже далеко за 80 Но сад у них просто в идеальном порядке И они растят не только цветы Но и овощи, и ягоды Фруктовых деревьев у них нету Но зато помидоры отменные И овощи И овощи И овощи Овощи И овощи И овощи Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Ну и, кстати, этот сад того достоин, потому что он и сам по себе красив, и вид открывается с него на море просто очень красивый. Не просто красивый, а практически завораживающий. Сам город у меня вызвал разноречивые чувства, но, тем не менее, он очень интересный, и съездить туда и посмотреть стоит хотя бы один раз. А вот теперь, пожалуйста, внимание, этот дом и сады вокруг него я вам вообще не смогла показать. Я планирую сделать это видео, но я бы хотела сделать для вас квест. Обратите внимание на обои, на предметы декора, которые для вас, в общем-то, я делала как подсказку. И напишите, к какому стилю относятся этот дом и эти сады. Мы очень часто их обсуждали, и мы были во многих садах этого стиля. Особенно во время наших поездок в Саммерсет. Это был последний сад, который мы посетили во время поездки. И посмотрите, как вовремя мы все сделали. Мы только успели запрыгнуть в машину, и начался дождь. Представляете, как много всего мы сделали в этом году? И сколько всего вообще произошло? Окажется, что год прилетел совсем быстро. И чтобы следующий год у нас был таким же плодотворным и интересным, или еще даже более интересным и плодотворным, пожалуйста, пишите мне, что вы хотите, что у вас на душе, что вас интересует. Потому что я такой человек, меня все в жизни радует, и все мне интересно. Но иногда мои впечатления не совпадают с вашими. Поэтому пишите то, что вы хотели бы увидеть. Для меня это очень важно, это такие очень четкие ориентиры. И я надеюсь, что это поможет, поможет для развития канала. Ну, а на сегодня я с вами прощаюсь. И, конечно, не забываем, что если есть возможность поддержать канал, внизу есть сердечко с долларом, можно бросить донатик. Ну, а если не можете этого сделать, то хотя бы поставьте лайк и напишите свой комментарий. И можете распостить на своих соц. страничках. Это тоже очень помогает. Ну, а на сегодня спасибо за внимание и до свидания. Примерно через неделю мы с вами увидимся. Всем пока!